Еще несколько слов я вынужден сказать. Час назад я не материл, он хороший человек, и очень хорошо ремонтирует телевизор. Я очень легче попросил его спогасить вот этот костер. Видите его, нет? Или не увидите? По-разному я поднял на вытянутую руку, я не вижу, что показывает. Ну попробую, ладно, через дырку в заборе. Дело в том, что у него с утра горел костер, он собрал огромное количество травы, и такие листвы, ну и старой травы. Все, что попадало под эту, под грабли. Вот результат, смотрите. Вот это уже остатки. Я ему сказал, срочно погаси. Нет, я вначале спросил, у тебя есть 50 тысяч? Он сказал, где-то даже 5 тысяч. Тогда я сказал, и не будет, потому что сейчас к тебе приедут. Сейчас по всей округе. Жалко, надо было час назад. Сейчас ветер поднялся и вынесло куда-то, и все было в дыму, дышать было нечем. А при этом окрестные горы еще нет, не горят. Это жгут вот эти все. Вы знаете, он не сразу меня понял, не сразу, вот он, кстати, шевелится. Он не сразу подчинился. Вот. Он меня слушает, но ему очень сложно. Вот смотрите, что он делает. Вот. Он делает обрезку. Он уже знает, что осенью обрезку делать нельзя. Он так говорит, да, да, помню. Видели? Ну, давайте. Я не болтун. Так вот, мой сосед, он не смотрит мои каналы. Он не обидится, потому что никогда не увидит. Это другой мир. Вот. Я показывал, что он делал. Каждый год ждет траву, каждый год ждет листву. Самое ценное, что является в саду, видите? Самое ценное, это не мусор, это листва. Каждый листик, который должен вернуться обратно в этот роскошный абрикос. Это самая крупная королевская с огромными плодами. К слову. Листва не будет убрана, потому что это и глупо, и расточительно, и тяжело, и превращает жизнь в каторгу. А заканчивается вот такими кострами. Режет сосед, хороший мужик, режет. Весной я ему кричал, сосед, прекрати ты пилить деревья, твою мать, ты что ты это сама? Они тебя просят? Вот. Ладно, богашонная извести. Сейчас все берут с красками, чтобы наверняка убить их. Вот и все. А потом у него, ой, Константинович, у меня этот абрикос мертвый. И давай ее воспитывать. Ну, хорошо, не обижается. Последний раз пришли тут час назад. Вот из-за этой вот, этой. Ой, сколько-то дыма было. Ну, молодец, загасил. Вот. Сказал, больше не будет. Я говорю, почему? Пожалуйста, будет снегу в сантиметр 20-30. Тогда и это. А тогда, как сказал он, смысла нет. Так я говорю, сейчас смысла нет. Вот так, друзья. Вот еще один пень. Сейчас кульпень этот. Уже не мешает дереву. Еще два саженца будет посажено тут. Но уже новые сорта. А я люблю садить новые сорта. Ой, люблю. Практически никогда не заглядываю сюда. Мраморное. Ой, это не деревья, это чудо деревья. Видели, да? Смотрим на этом молодежь. А вот тут здесь тень. Ее надо отсаживать отсюда. Смотрите сюда. И смех, и грех. Посмотрели? Вот. И вся груша. А давайте посмотрим. Ну, место неудачное. Я понимаю, но мне некуда больше садить. Это мне надо сейчас соседи повыпиливать. А у меня рука не поднимается. Давайте еще посмотрим. Груша декамческая. А, вот поэтому и висит, что декамческая. Это зимний солнце. Вот. Ну, давай еще посмотрим. Видите, когда я вот сейчас выпилил деревья, здесь стало больше воздуха. Может быть, эту оставлю навсегда. Давайте посмотрим, что это такое. Вот. А, это прививка бараковская. Это от этого. Здесь такой Данил. Увлеченный, замечательный садовод. Вот эта височка от него. Ну, практически одна-то толком не пошла. А бараковская, это еще называется, если верить ему, красное мясо. Так. Ну, и сами поняли, что у меня, это, что быстрее было получить урожай, я ее привел в скелет. Вот, видите. А кто образовал скелет? Давайте посмотрим. Так. Так, 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 так. Ничего не вижу. Сейчас-то, жалко время терять. Скоро закончится. Сова по себе это. Поды. Ой, гигант подмосковья. О, это, вот это, поставьте навсегда. А вот эти гиганты подмосковья я мог бы даже вот эту конкуренту убрать. А хотя, я его не буду убирать. Все-таки между ними 3,5 метра. Наверное, это будет не так. Ветка, которая смотрит в сторону. Видите? Ветка смотрит в сторону гиганта подмосковья. Она будет вот так спилена. Они все вот. Еще несколько лет они просуществуют рядом. Ну, и, наконец. Нет, не, наконец. Вот. Видите? Сейчас поймете. Был уничтожен абрикос. Сеянец Амура. Вот он. Ради. Вот это вот. А что у нас, ребята, в рюкзаках? Так. Ну, это прививка. Она нас сейчас интересует. А вот основной скелет. Что здесь написано? Правильно. Еще одна мраморда. Ну, два мрамордах это лучше, чем ничего. Это чем одна. И еще, наконец. Так. Где-то еще у меня тут рядом была. 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 Вчера мы с Сергеем сняли последнюю грушу. Мы только посмотрели на нее, она сама упала. А висела она на... И тоже горе какое. На береге, на котором... Бирка лютневая. Только другое дело, что делать с этой биркой... Он говорит, не может быть, не может, не похоже. Я вижу, что не похоже. Написано лютневая. Вот это вот маленький раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Это только... А он еще туда, глядите, семь груш. Но на них уже абрикосы давят. Вот эти. Уже давят. И что мне пришлось сделать еще раз? Смотрите. Пень, раз. Вот. Пень, два. Ну, я там был. И пень, три. Вот. И три эти абрикосы, это... Еще вот такие вот красавцы. Пробуйте мне сказать, что они маленькие. Все, друзья. Кто-то звонит, начинается... Другая жизнь. Продолжение следует...